Добрый день, дорогие телезрители! Рад приветствовать вас в телестудии ЕСН-ТВ. И сегодня мы поговорим непосредственно о нашем городе, о развитии города Силамя. Ни для кого не секрет, буквально недавно в городе Силамя на площади перед спортивным комплексом «Калиф» в тестовом режиме был недавно запущен первый городской фонтан. Также совершенно недавно на улице Кайка были открыты, отреставрированы исторические лестницы. Полным ходом идет строительство объединенного дома департамента полиции и погранохрады совместно с спасателем департаментом. Все это благодаря усиленной работе как чиновников, так и депутатского корпуса с различными партнерами и ведомствами. Ну, не многие знают, но при городском собрании есть комиссия по развитию, и у нас есть сегодня уникальная возможность пообщаться с председателем этой комиссии Александром Каневым. Александр, добрый день вам! Добрый день! Первый вопрос для наших телезрителей, может быть, не все в курсе, немногие следят за чиновничным аппаратом, за депутатским корпусом. Что это за комиссия, основные цели, чем вы там занимаетесь на этой комиссии? Ну, основная задача комиссии – это разработка, принятие и реализация плана развития города, который ежегодно обновляется, ежегодно, так сказать, добавляются определенные приоритеты. И вот, как говорится, наша первостепенная задача – за этим планом развития и его реализации следить, ну и, как я уже сказал, участвовать максимально активно в его разработке, обновлении и так далее. То есть, можно сказать, что ваша комиссия определяется основным вектором развития города Селомяк, куда мы идем? Ну, наверное, можно сказать так, хотя, в принципе, этот вектор определяется всем составом городского собрания, но ведущая комиссия в этом направлении – именно комиссия по развитию. И как раз сегодня у нас есть возможность поговорить о некоторых объектах, которые мы ждем в будущем, и это объекты крупные. Один из них – это, например, новая школа, строительство абсолютно новой школы, променад и реновация улицы Кеска. Ну, действительно, вы уже сказали, в этом году нам удалось, наконец, построить два таких значимых и долгожданных для города объекта. Ну, в первую очередь, это тот фонтан, который, по-моему, кроме восхищения у жителей города ничего больше не вызывает. И, по крайней мере, никаких отрицательных эмоций я не видел, и никаких отрицательных отзывов о фонтане я не слышал. Ну, и второй объект, также значимый, о котором тоже мы давно мечтали его реконструировать – это лестница, как вы сказали, на улице Кайка. Наконец, по прошествии довольно большого периода времени, когда мы уже получили в свое время анализ состояния существующего и проект, наконец-то мы его все-таки смогли реализовать. И я считаю, что эти лестницы также станут одной из визитных карточек города наравне с основной лестницей по бульвару Мерия. Если говорить о ближайших годах, вот вы уже немножко сказали о морском променаде, который начал уже строительные работы во всю идут. И следующий год, он должен нам к концу года этот променад во всей красе, красоте, городу строитель представить. Так что мы надеемся, что все будет реализовано в сроке, с хорошим качеством, в соответствии с тем проектом, который в широком доступе был доступен для обзора и на сайте города, ну и в различных социальных сетях. Строитель очень солидная фирма, по крайней мере, можно сказать, что она львиную долю работ в последнее время на территории портового комплекса и вела, и ведет, и в настоящее время ведет. Так что думаю, что променад мы получим в самом лучшем виде, и он станет еще одним и магнитом как для жителей города, так и магнитом для туристов, которые наш город посещают. Тем более, это будет логическим продолжением уже реконструированного бульвара Мерия, то есть Приморского бульвара. Второй объект, который также мы с нетерпением ждем, потому что обсуждение по этому объекту велось уже довольно долго, довольно напряженно, это реконструкция Ванолиновской школы. Ну, а если сказать точнее, то есть это строительство совершенно нового школьного здания. Настоящее, во-первых, мы имеем очень серьезную поддержку от фонда «Еновия», поэтому грех этой поддержкой не воспользоваться, чтобы эту цель реализовать. В настоящее время объявлен архитектурный конкурс. В середине декабря мы получим от архитектурных бюро, различных архитектурных бюро, которые в этом конкурсе зарегистрировались, различные решения. Жюри выберет наиболее привлекательный, наиболее оптимальный вариант, который будет представлен в том числе для ознакомления с жителем города. Но я думаю, что жителям города мы представим по возможности все возможные варианты, наиболее, так сказать, которые вписываются в общую концепцию. И когда все-таки с этим архитектурным конкурсом мы добьемся той цели, которую ставили перед ним, непосредственно уже надо переходить к строительному проектированию и к строительству этого объекта. Так что в ближайшие год-два, ну, я думаю, что все-таки займет это немножко времени побольше, потому что даже строительное проектирование такого сложного объекта – это минимум год. Ну, надеемся, что в ближайшие 2-3 года мы получим на месте ныне существующей Ивана Линовской школы новое, современное, удобное, экономичное, ну, и доступное для школьников, для школьной среды здание. То есть, может, здесь маленький вопросик уточнения, потому что вариантов было очень много, информации было много. Давайте еще раз уже последний вариант – это будет все-таки строительство на месте старой школы. Оно не точно на том пятне застройки, которое сейчас занимает Вана Линовская школа, оно немножко будет, ну, вот на этой территории размещено немножко по-другому. Но это именно слом, локация та, то есть это слом существующего здания, как уже и морально, и технически устаревшего, амортизированного, и строительство совершенно нового здания. Но оно все равно будет на берегу реки, на высоком берегу реки, и хорошо видно со стороны Таллинского шоссея, если двигаться со стороны Вихи в сторону Нарвы. И можно еще маленькую точку, если я правильно помню, в 20-м или в 21-м году двери должны быть в школу уже открыты? В 20-м это нет, я сказал, что это 20-й год, скорее всего, уйдет на проектирование, по-моему, конец 21-го года. Ну, не будем точно в цифрах и очень оптимистично смотреть, потому что, ну, знаем, что строительство, правда, новые объекты строятся всегда быстрее, чем реконструируются старые. Но будем надеяться, все-таки учебный год 22-го года уже школьники встретят, а если все пойдет хорошо, то и 21-го в новых стенах. И следующий довольно крупный объект, который в следующем году уже пойдет под реконструкцию, это улица Кеск. Финансовую поддержку мы получили уже в этом году от Министерства экономики и коммуникации. К сожалению, в силу затянувшегося проектирования не удалось в этом году уже непосредственно строительные работы начинать, но мы решили это все дело реализовать в следующем году и в гораздо большем объеме, чем планировалось в этом году. То есть в настоящий момент городское собрание приняло решение, что реконструкция охватит участок от дамбы, который сейчас в стадии реконструкции, уже в заключительной стадии, до развилки улицы Кеск в сторону, так сказать, Таллинского шоссе и в сторону улицы Академика Павлова, то есть до въезда на парковку к спорткомплексу. Вот этот участок пойдет под реконструкцию и в ближайшее время городское собрание примет решение о разрешении проведения соответствующей процедуры госпоставки. Непосредственно проект охватывает и перекресток Академика Павлова и улицы Кеск. Довольно сложный перекресток, это напротив бывшего здания почты и где у нас памятник воинам-освободителям. Так как это довольно затратный объект, я имею в виду сам непосредственно перекресток, мы решили его отложить, скажем, на последующие периоды. Но на комиссии по развитию, сходя из того, что городским собранием был определен участок, который пойдет в следующем году под реконструкцию, мы более тщательно смотрели проектное решение, которое охватывает перекресток Румянцево-Кеск и Кеск-Павлова. Если по Румянцево-Кеску комиссии в принципе возражений или каких-то других точек зрения на проектное решение не было, то, скажем, по проектному решению перекрестка Кеск-Павлова довольно серьезная у нас развернулась дискуссия, потому что это проектное решение предусматривает закрытие для движения транспорта диагонали со стороны улицы Кеск в сторону Таллинского шоссе. Если даже сейчас там немножко по времени постоять и посмотреть, какой большой поток движется по этой диагонали, а проектным решением предусматривается, что этот весь поток завернется опять на ту площадь перед бывшим зданием почты, хотя там и будет запланирована установка светофоров, но все-таки это, мне кажется, создаст серьезные, скажем, там... Ну, усложнить движение. Усложнение, да, для движения, потому что для пешеходов вопрос перехода вот этой проблемной улицы Академика Павлова, он решен. В результате установки светофоров, то для транспорта там, особенно в часы пик, которые утренние рабочие дни, вечерние рабочие дни, там явно будет пробка. И я также еще знаю, что на следующий год запланирована замена освещения уличного. Можно ли об этом тоже несколько слов сказать? Ну, несколько слов скажу, потому что мы, по-моему, уже в третий, как минимум раз, подаем ходатайство в Центр инвестиций в окружающую среду на поддержку реконструкции всего уличного освещения города. Надеемся, все-таки в этот раз мы поддержку получим, и если мы поддержку получим, то под реконструкцию попадет все то уличное освещение города, которое до настоящего времени еще не было реконструировано. Потому что, естественно, то, что недавно построено уличное освещение, и которое недавно было реконструировано, взять, по крайней мере, пешеходные дорожки или там сборную дорогу, конечно, это под реконструкцию не попадет. Попадет морально и технически устаревшее все вот это оборудование. Можно маленький вопрос рассказать. Три попытки было, а с чем это связано, почему не удавалось получить с первого раза финансирование? Дело в том, что эксперты, которые оценят заявки, ставят определенное количество баллов, причем не один эксперт. И если вначале мы не попали, потому что это была заявка по, как она называлась, реконструкции уличных освещений 15 городов, туда попала Ихве, то есть мы не попали в эти 15 городов всей Эстонии. Вторая попытка, мы не добрали баллы, то есть все перед нами получили, мы оказались, как говорится, на следующей ступени после последней удовлетворенной заявки. Поэтому сейчас мы все-таки надеемся, что наша заявка будет удовлетворена, и, конечно, мы приведем все уличное освещение в нормальное состояние. Оно будет, во-первых, LED-овское, то есть энергосберегающее, оно будет автоматически регулироваться, то есть в ночное время снижаться мощность для того, чтобы не освещать пустые улицы ярким светом. Так что по уличному освещению, думаю, что это тоже ближайшее, если, говорю, заявка пройдет, в следующий год также надо будет сделать техническое проектирование, ну и 2021, то есть 2020-2021 год, я надеюсь, что мы это дело все-таки реализуем. И хотелось еще о некоторых объектах, которые у нас немножко отложены на второй план, но о которых мы не забываем, и по которым однозначно в ближайшие годы будем все-таки вопрос решать. Это реконструкция после улицы Кеск, реконструкция улицы Ранна. То есть улица Ранна, во-первых, она узкая, она на самом своем начале с улицы Академика Павлов неудачно имеет свою траекторию, назовем так, трассировку. И покрытие дорожное, ну очень устаревшее, мы его, честно говоря, уже, наверное, лет 10-15 вообще капитально не ремонтировали. Пешеходный бульвар Виру, то есть то плиточное покрытие, которое еще в советское время было положено, оно тоже уже зачастую вызывает, скажем, травмоопасность, потому что прутья, арматуры из этих плит, и мы все-таки тоже в ближайшие годы вот это покрытие будем менять, и в следующем году мы хотим провести, скажем, конкурс на получение эскизного проекта, который бы решил именно какой вид покрытия, какую там, скажем, цветовую гамму, какой вид плитки, чтобы архитекторы этот вопрос решили, и тогда мы займемся реконструкцией бульвара Виру, не меняя его общей конфигурации, то есть как она вот сейчас у нас существует, так она останется. Можно несколько слов о той работе, которую немногие видят, немногие знают, потому что власть всегда будет плохой? Перед любым даже асфальтированием, во-первых, надо составить проект. Проект не составляется непосредственно чиновниками городского управления, и тем более не депутатами, то есть его составляет проектировщик. Для того, чтобы этот проектировщик составил строительный проект, проводится процедура госпоставки для того, чтобы из возможных предложений, которые проектировщики предъявляют, имеется в виду в основном ценовых, выбрать оптимальное, оптимальное это значит минимальное по цене, определить проектировщика, который этот проект составит. Любой проект подвергается экспертизе, насколько он соответствует нормам, требованиям, правилам, всех стандартов, которые в Эстонии утверждены. После проведения процедуры проектирования, на основании составляется опять конкурсная документация, на основании этого проекта, и проводится очередной конкурс госпоставки для того, чтобы найти уже непосредственно строителя. Если это крупный объект, как улица Кеск, для того, чтобы, как говорится, не только финансировать из средств города, еще ведется большая работа с фондами, или с теми министерствами, которые являются донорами в данном вопросе, для того, чтобы получить поддержку. А это тоже не, скажем, какое-то простое письмо, или не какой-то простой звонок какому-то чиновнику министерства. Это довольно регламентированный, довольно большой объем документов, которые нужно туда представить, в том числе, если есть проект, уже слава богу. Если есть смета проект на это, тоже слава богу, этот попадает в эту заявку. Ну, и если уже проведена процедура для поиска строителей, то уже добавляется. То есть, это довольно, так сказать, многостраничный том, который отправляется в соответствующий либо фонд, если мы говорим, например, о Ван-Алиновской школе, это фонд Иннове. Если мы говорим, улица Кеск, это Министерство экономии и коммуникации. Даже если строительство занимает месяц, то полгода до этого вот эта большая работа. Минимум, минимум. Ну, а еще я и не сказал, что для того, чтобы это дело, как говорится, начинать все процедуры госпоставок, начиная с проектирования, это все еще должно попасть в бюджет. Бюджет предварительно обсуждается на различных комиссиях, у которых могут быть различные точки зрения. Все это должно сначала попасть в бюджет, а потом уже реализовываться. Так что это время занимает, ну, 3-4-5, а то и до полугода. Но это еще не все. Мы только приоткрыли маленькую дверь одного из, скажем, вопросов. Поэтому, говоря о том, что чиновники не работают, мы просто этого не видим. Не видим той большой работы, которую они делают. Рутинная работа очень большая, действительно, она для простого жителя не видна. Но я в силу своего опыта знаю, сколько это все требует и сил, и энергии, и знаний, и умений, и так далее, и так далее. Вот как раз про ваши умения и опыт я бы хотел сказать. Вы много лет работали в должности вице-мэра. И один из последних вопросов – это мусорная эпопея города Силамя. Уже на протяжении нескольких лет эта тема постоянно, время от времени возникает, появляются стихийные свалки в городе. Так все-таки в чем проблема? Не работает система или все-таки мы, люди, свиньи? Ну, наверное, я не так остро, но соглашусь с вашим последним заключением. Для того, чтобы не было мусора и мусорных свалок в городе, не должно быть мусора в головах. Значит, ныне существующая система, то есть без контейнеров, вывоз мусора бытовых отходов от населения города, организована нормально. И если вспомнить еще даже советские времена, и сразу, скажем, постсоветские времена, она прекрасно работала. Люди утилизировали в эти мусорные машины, которые два раза в день ходят по графикам и по определенным маршрутам по городу. Весь свой мусор утилизировали, и тех стихийных свалок, и тех куч, которые зачастую в городе растут как грибы, около гаражей, около подстанции, около столбов, этого не было. Но по мере, как говорится, развития нашего демократического общества, когда, ну, скажем, определенные ценности потеряли свой смысл, ну и, наверное, общее, так сказать, состояние общества, особенно в нашем регионе, то есть привело вот к такому нигилизму, что ли, в обращении с отходами. Потому что, если взять возможность утилизировать различные виды отходов, которые в быту образуются, у нас это, в принципе, в городе все есть, начиная с стеклотары, огромный парк контейнеров, который установлен на всех удобных точках города, парк контейнеров для утилизации картонной упаковки. Как я сказал, смешанные бытовые отходы – это мусорная машина. У нас сейчас, у нас есть домик отходов, где можно сдать опасные отходы, где можно сдать крупногабаритные отходы, где можно сдать небольшое количество строительных отходов. То есть при нормальном понимании и нормальной дисциплине горожан это все работает, и куча вот этих всех стихийных свалок возникать не должно. Ну, как я уже сказал, если количество мусора в головах растет, то и количество мусора на улицах растет. Ну, это можно цитату из фильма, что бардак в головах, а не в клозетах. Да, ну, наверное, так. И вот мне нравится, да, что городского права делает очень много инфочасов и постоянно старается донести до жителей напрямую и даже услышать, может быть, мнения или какие-то вопросы. На этом будем завершать. У меня последнее. Город Силамя молодеет или стареет? Как по-вашему? По-моему, город, к сожалению, стареет. Но если брать вообще всю Европу, да и не только Европу, наверное, и Россию, Белоруссию и Украину, маленькие города, они все, к сожалению, стареют. То есть молодежь стремится уезжать в центры притяжения, в основном это столицы или там другие государства, где, скажем, шире возможности себя, во-первых, реализовать, получить соответствующее обучение, образование и так далее, и так далее. К сожалению, город стареет. Во-первых, у нас сальдо отрицательное по приросту населения. Это в целом стране, это в целом Европе и даже благополучные Норвегия, Швеция, Финляндия, о которых много говорят, что это та модель, которую хотелось бы достичь в Эстонии, там ведь тоже те же самые проблемы. То есть рождаемость в семьях небольшая, детей мало, была смертность, несмотря на то, что, ну, скажем, уровень, то есть не уровень, а средний срок жизни, в общем-то, растет. Но, тем не менее, смертность, она определенным образом присутствует. И вот это отрицательное сальдо и рост удельного веса людей предпенсионного, пенсионного возраста, он все-таки есть, поэтому город не молодеет, к сожалению. Но вы работаете над развитием города, над тем, чтобы городская среда была благоприятной, чтобы молодежь, конечно, сюда возвращалась и вы создаете этот модель. Да, это основная цель, чтобы молодежь, получив достойное образование в центрах, которые не находятся в нашем городе, все-таки сюда вернулась для того, чтобы вот эти свои знания и умения реализовать. С самым опытом. Спасибо огромное. Напомню, председатель комиссии по развитию города Силамяя, депутат городского собрания Александр Канев. Спасибо за ваше время. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.